Эстетика в разрезе с Ольгой Засили. Тимур, расскажите мне, пожалуйста, к вам приходит пациентка, она уже изучила ваш, наверное, в инстаграме, до, после. У меня практически сейчас нету залетных пациентов, они все ждут месяцами, годами, они четко мотивированы, им нужен именно я. Они уже идут конкретно на фамилию, на продукт, на бренд. То есть они готовы ждать полтора года, чтобы сделать грудь, хотя… Поплатить x2, чтобы попасть пораньше именно ко мне. Понимаете? Ну, это определенная, как бы, это определенная, определенная работа для этого. Как бы я, да, самое главное то, что это результативность, но и по, опять же, парамедицинские вопросы, они очень важны. Позиционирование, как вы это все показываете, какую эмоцию вы несете, какую энергию вы несете, потому что, как бы, я не могу сказать, что у меня уникальный результат. Нет, на рынке, если поискать, есть и похожие результаты, и чуть даже где-то, может быть, получше, где-то похуже, но тут, тут более глубокий вопрос я к тому, что… Но вы берете все случаи, условно, бариатрию вы не берете, все остальные сложные грудь. Нет, я их тоже, я беру бариатрию, я беру сложные грудь, вы знаете, до определенного этапа мне было… Переделки. Переделки обязательно, мне было, мне стыдно было до определенного этапа сказать, я до сих пор это слово стесняюсь, то, что я, наверное, здесь не справлюсь, я вас не возьму, вы что. Это был один из моих ключевых таких основополагающих, наверное, мои вот именно, так сказать, принципиальных точек, наверное, опоры, что я не отказываюсь никогда. Я всегда беру, и мне, как бы, почему он сможет, а я чем я хуже. Я разве не могу почитать литературу, или у меня руки не так стоят. Ну, у него просто больше опыта в сложных переделках, а у вас меньше. У меня теперь уже много, очень много. И вы знаете, я, наверное, даже многое понял, делая переделки. Вот именно философию груди я понял, делая переделки. Да, страшно. То есть они возвращают ваши переделки? Нет, 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 чужие переделки, ты видишь ключевые, если у тебя, опять же, развито, опять же, мы ударяемся в клиническое мышление. Почему я всегда говорю, что легче, лучше и проще, когда приходит специалист пластической хирургии, уже специалист, допустим, в области плановой или экстренной хирургии, у него же есть клиническое мышление, он уже понимает, он уже думает наперед, он уже учитывает кучу-кучу факторов. Таких, если берем пластические хирургии, растяжимость ткани, положение, состояние организма, те же, допустим, сейчас проблемы этих липосакций, столько всего, много можно, много нельзя. Опять же, клиническое мышление, давайте мыслить, мы же все медики, мы же должны понимать, опять же, исходные анализы, саму систему операции, благодаря чему мы делаем операцию. Но используем мы современные методики или нет, или как раньше мы нападаем с этой конюлей металлической, подключив силиконовый шнур и начинаем драть, это же кощунство, понимаете? Самое главное, у них у всех айфоны, у них у всех машины современные, а дерут они пациентов, за их же деньги дерут пациентов, как в дедовские времена. Есть же вибролипосакция, водоструйная, ультразвуковая, понимаете? А они также занимаются кощунством, это тоже неправильно. Но это определенный, знаете, это определенный вот этот, я не могу сказать, кучка их, еще много пока, ну, пласт, наверное, или общество вот этих олдскульщиков, и тут вопрос не в возрасте. Это вопрос не в возрасте. Нет, но они говорят, что, а у меня и так получается, такой же результат, такой же результат. Какой результат, где результат, покажите результат, покажите анализы, а что вы несете, ребята? У них так же, им просто не надо, опять же, мы возвращаемся к ключевым точкам. Ну, не дешево, наверное. Ему результат нравится, ему плевать на всех остальных. Можно делать хреново, но тебе это нравится, и он это делает. И какие-то пациенты, может, на каждого продавца найдется свой покупатель, понимаете? И тут уже глобальный вопрос, наверное, поменять вот это мышление, понимаете? Как бы, я же делаю, и так сойдет. Если бы оставить его без камер, оставить его тет-а-тет, и немножко, допустим, ввести ему того же пропофола, он скажет, я же деньги и так зарабатываю. Как нахера мне брать пал за 2 миллиона? Зачем мне брать вайзер за 10 миллионов? Зачем мне учиться где-то в Колумбии, в Америке, когда я у себя в регионе вот с этой железной палкой подб*** и заработал денег. Извините за грубый язык, потому что меня без эмоций это не оставляет. Мне хочется, честно, дать пороже и сказать, ну ты же с айфоном ходишь, ты же не ходишь вот с таким телефоном, понимаешь? Ты же не ходишь на этих в лаптях, понимаете? Ну потому что это я пришел, и меня видно, что я крутой, и у меня последний айфон. Ему комфортно, ему комфортно с этим телефоном. А в операционной никто не видит. А в операционной, вверх, никто не видит. На результаты ему плевать. Почему происходит потом же опять поспешные выводы? Он ловит, начинает натыкаться на осложнение, кровотечение, понимаете? Неровности, бугрис, откуда столько мифов, допустим, о пластической хирургии именно касаемо липосакции. Люди же ее боятся. Люди только-только начинают понимать, что липосакция может быть, а, безопасная, б, с охренительным результатом. Понимаете? Когда можно забрать 10-12 литров безопасности здоровья и просто с невероятными результатами. Ну потому что было много смертей, и они были именно на липосакции. Откуда смерти? На недоотследовательность, я что? Да какое недоотследовательность? Опять же, нападение, я бы статью ввел бы. Нападение с металлическим предметом, понимаете, на пациентов. Но это реально нападение, это нужно исключить, это нужно убрать. Все, старые конюли засуньте себе, уберите эти отсосы, понимаете? Или же вот там случаев было, я видел видео, сидит он сам себе делает. Ну сам себе делай. Зачем ты пациента за деньги делаешь это? Опять же, мы, опять же, это от чего происходит? Потому что нет конкретных алгоритмов. Нет пока системы. Специальность молодая в России, тем более она молодая. Поэтому тут, конечно, нужны четкие рамки, четкие нужно прописать, что если липосакция, она может быть А, вот такая, Б, вот такая, вот с таким прибором, вот с таким, вот с таким, вот с таким. Вот такие объемы, вот такие введения, вот инструкции нужно дать. Я согласна, но в этом варианте входит в компромисс ситуации между закупщиками, между клиникой, которая считает деньги, считает маржинальность и стоимостью аппарата. И вы абсолютно правы за 10 миллионов. Извините, меня плевать. Вы специалисты, нужно себя уважать. Нужно понимать, что мы как минимум медики. И нужно сказать, я просто не буду делать. Либо вы мне покупаете оборудование, либо я не буду просто делать эту услугу. Ну, понимаете, опять же, тут же нас же тысяча. Мы же все разные, с разным воспитанием, с разным мировоззрением. Кому-то украсть – это нормально, а кто-то, допустим, там цветок сорвать не сможет. Ну, у всех разные воспитания, понимаете. Кому-то он закрывает глаза, ну и похеру, ну и плевать. Эстетика в разрезе. А сколько прошло лет с момента вашего окончания института до сегодняшнего дня? Скажем так, до вашего… С института прямо? Я надеюсь, что сегодня, конечно, не пик популярности, пик популярности впереди. Не, не, он дальше. Ну, вы что же, о чем вы говорите, это только-только начало, понимаете. Хотя, ну, закончила институт 10 лет назад, ровно в этом году у меня будет десятилетие окончания института. То есть 10 лет достаточно для того, чтобы почувствовать уже вкус к профессии? Слушайте, ну вкус к профессии я почувствовал довольно-таки давно. Что вы понимаете под вкусом профессии? Я ее почувствовал еще, наверное, в 2000… Если я закончил институт в 2011 году, я ее почувствовал еще, наверное, в 2012-2013 еще в Киеве, будучи ординатором, дежурантом в районной больнице, когда ты, допустим, спас человека, и это там на утро бабушка приходит, и тебе говорит там «дякую», «спасибо», там «сынку». Понимаете, вот кайф профессии хирургии, когда ты спасаешь человека, когда он приходит тебе с полным сердцем добра, с полными глазами добра и говорит «спасибо». Вот кайф профессии нашей, вот тогда я влюбился в медицину, тогда я влюбился в хирургию. А все остальное – это уже оптимизация, грубо говоря, моей жизни, и, как бы грубо это не звучало, там, деньги, бизнес и все остальное. Понимаете, а кайф от профессии, он приходит совсем от другого. Сейчас это уже я просто оттачиваю свое мастерство, оттачиваю свое там позиционирование и нахождение, допустим, в этой цепочке нашего мира, понимаете? Ну, вы прямо слово в слово повторили то, что мне два года назад на Москву Брестмитинге сказал Денис Хаммонд. Он сказал, что вот этот кайф, когда к тебе приходит и говорит «спасибо, доктор», его ничем нельзя измерить и ничем нельзя заменить. И это и есть такой определенный допинг от твоей профессии, потому что Хаммонд, несмотря на свой такой достаточно уже зрелый возраст, он продолжал работать до последнего дежурантом в больнице, потому что так у них это принято, заведено в Америке. Ну, в классической хирургии же немножко все по-другому. Мы уже немножко такие, знаете, я все называю парамедики. Что-то между творческими людьми, медиками и бизнесменами. Ну, если мы берем грамотную модель, если мы берем определенные точки успешности, понимаете, все же оценивают по определенным критериям, по определенным нюансам. Вот, поэтому пластический хирургий немножко это другая история. Здесь спасибо, да, это круто, это классно, самое главное, тут немножко другой кайф. Пациент даже может тебе не говорить спасибо, либо дико говорить, он тебе говорит спасибо, он доволен, ты видишь, что у него кривая грудь. Ну, бывает же такое. И действительно бывает, ты видишь, как бы, ну, она асимметрична, она кайфует с этого. Но это тоже не кайф профессии, понимаете. И что делать тогда в этом случае? Не, ну я же не буду рушить ее, понимаете, мир ее кайф. Конечно, да, круто, классно. Они же смотрят на тебя вот так, и ты им, когда говоришь здесь правильно, неправильно, если красиво, некрасиво, они присутся, зачем навязывать тут. Опять же, зависит все от личностных качеств. Я дикий педант, я дикий, как сказать, я хочу, чтобы было все совершенно. Вот я прям хочу. Почему я, допустим, отказываюсь сейчас от пациента после бариатрии? Я понимаю, что с этим материалом очень сложно добиться идеальных результатов. Почему я отказался от ринопластик? Потому что мне не нравятся мои же работы. Как я это могу делать? Первым делом я должен любить то, чем я занимаюсь, и восхищаться. Откуда идет энергия? Сегодня у меня каждый второй, кто ко мне подошел, спрашивает, ты где силы берешь? Откуда ты вот с 7 утра до 12 ночи оперируешь, 5-6 дней в неделю, и ты еще вечер бьешь какие-то рестораны? Потому что я кайфую от того, что я делаю, понимаете. Даже до этапа, когда она ко мне пришла, сказала спасибо, я уже увидел, что было до, и на столе, что было после. Я знаю, что будет через месяц, через 3, через 6. При правильном течении, при правильных выполнениях. Вот от чего я кайфую, от чего получаю энергию. Я знаю, что ваша консультация длится 2-3-5 минут. У вашего оппонента, с которым вы будете завтра дискутировать, у него консультация длится порядка часа. Ну о чем я час? Я не знаю, я за час, я не знаю, я с ним поужинаю, выпью, может займюсь. Ну что вы успеваете рассказать за 5 минут? Так что они все соглашаются. А что час с ним обсуждать? За час нужно операцию сделать. Результаты до, после, 3D-моделирование. Извините меня, для чего сейчас мы живем в информационном веке? Для чего? Для того, что все уже есть. Есть инстаграм, есть сайты, есть куча площадок, есть отзывы, все остальное. Она уже почему приходит, она готова, она уже посмотрела, она уже меня знает. Они мне приходят и видят вживую, они говорят, боже мой, как классно, вы живой. И что, 2 минут хватает? Ну от 2 до 5 минут. Чтобы влюбить в себя пациентку. Ну вот приходят ваши девочки, они сидят обычно, ну бывает у кабинета, когда уже заканчивается, и они видят 2-3 минуты, 2-3 минуты. Зачем влюблять? Ты уже все им показал, ты уже все им рассказал. За тебя уже все сделала соцсеть, понимаете? И ты там, если ты максимально искренний, они это чувствуют, твою энергетику даже оттуда. И они просто приходят и вопрос, когда? Когда можно? Просто приходят познакомиться, возьметесь вы или нет, и когда можно сделать операцию. Со мной тоже работает довольно-таки опытный пластический хирург Анвар Шуадович Салиджанов. Он тоже в пластический хирургии, наверное, около 30 лет. У него тоже консультации. 45 минут, час. Час, понимаешь? Это не стандарт такой вот средний. Да это не стандарт, это уже как бы, ну, это old school, я считаю. В этом нет ничего плохого, нужно как бы либо подстраиваться под реалии сегодняшние, ну, либо сидеть, понимаете? И поэтому, опять же, ни в укор никому. Я знаю, что меня будут смотреть много специалистов, тут опять же нужно читать между строк. между строк, чтобы они не обиделись, как бы, можно оперировать 10 операций в месяц, а можно 130 операций в месяц, понимаете? И у каждого выбор свой. Я к тому же, так же и консультации. Может, час оперировать и конверсия. Ну, у вас конверсия 100%? Слушайте, ну, я уже не отслеживаю этой конверсии, но практически, наверное, 8 из 10 остаются на операцию. Двое, может быть, не хотят просто ждать и уходят. Либо цена не подходит, либо они приходят ко мне на переделку. Они приходят, многие приходят со слезами, говорят, вот мы записались, нам сказали год ждать, мы не дождались, мы пошли, сделали у другого. И они плачут. Я говорю, чего вы плачете? Я говорю, ну, вот вы обидитесь. Я говорю, мне-то чего обижаться? Вы сами себя обидели. Вы потратили деньги, а? Вы потратили силы, здоровье, еще и хреновый результат. Сейчас вы заплатите мне в два раза больше, ну, в полтора раза больше, и я этого должен вам буду переделать, еще приучете, возьму я вас или нет. Так что, чего плакать-то вам? Мне, говорю, я не обижаюсь. Я говорю, вы сами на себя обижаетесь. Поэтому, ну, как бы я конверсию не... Очень много других нюансов и аспектов, которые нужно мониторить, нежели смотреть конверсию и такое, и все остальное. Да, если нет пациентов, нужно задуматься, все ли я делаю правильно, и те ли у меня результаты, которые хочет пациент. Потому что за последние, наверное, 3-4 года, ну, 5 лет, запрос изменился. Не то же запрос, качество пациента. Как изменилось? Они стали более требовательными. Они стали более требовательными. Они знают, чего они хотят. Они знают, как они это хотят. Понимаете? Почему сейчас выровнялось все абсолютно? Я говорю, сейчас нет конкуренции. И нету взрослый, молодой хирург. Мы все на одной линии. Вот сейчас придет парень, при грамотном подходе, при грамотном ведении, там, позиционировании, и самая главная работа, он обгонит всех. Опять же, ну, смотря, почему мы меряем по объему операции, по количеству операций, по ценнику, по там, узнаваемости и так далее, и так далее, мы все на одной линии сегодня. Абсолютно. В нашем веке нет такого, что он там 20 лет или 30 лет работает, ну, и флаг ему в руки, пусть он сидит на пенсии в углу, понимаете? А мы будем работать и делать красоту. Не, ну, все сидят на пенсии в углу, или даже не на пенсии, потому что я не знаю другого пластического хирурга, у кого есть в Инстаграме больше миллиона подписчиков. Да не, есть, есть. Сейчас накрутить можно все, что угодно. Так вы хотите сказать, что у вас нагрудка? Не, ну, я имею в виду, есть такие хирурги, а у них, они там себе накручивают и все остальное. Так это же не показатель. Можно сделать 5 миллионов, 10 миллионов. А ты даже количество операций не увеличится, вы понимаете? Но увеличится количество желающих, количество людей, которые просмотрят посты, подумают о том, что вам, может быть, мне действительно нужно сделать грудь? Ну, тут все очень индивидуально, на самом деле. Это не показатель, правда. Но вы же зачем-то ведете Инстаграм? Он меня мотивирует. Он мне дает, правда, силы. Вот этот Инстаграм мне дает силы. Когда вы закрываете свои физиологические потребности, ну, вы понимаете, а что там, дом, квартира, машина, другое, третье, четвертое, вам нужно переходить немножко из материального в более духовный, наверное, какой-то, или энергетический уровень, понимаете? И именно вот этой, может быть, духовности или энергии я беру вот именно от реакции. От пациентов. От реакции. От реакции именно публики, понимаете? То, что вот они видят, что да, вау, классно, круто. Действительно, я бы мне все показал бы эту работу, я бы сам бы сказал бы, да, действительно, очень круто. Меня на самом деле вот сейчас Инстаграм, почему я веду Инстаграм, не знаю, если его сейчас меня просто заблокируют, и для меня это будет большая потеря, не потому, что это поток пациентов. Нет, у меня уже давно работает сарафан. Это некое, знаете, я выкидываю работы на оценку. Это некий выброс, наверное, гормона радости, вот, когда я вижу обратную связь от обычных людей, не от хирургов. Понятно, что все хирурги уже давно оценили мою работу, и у кого позволяет, знаете... Говорит фотошоп. Нет, да, у кого позволяет, как сказать, какие-то внутренние качества, они подходят и говорят, да, крутые работы. У кого нет, тот говорит фотошоп, там другое, ну, видео очень сложно смонтировать и так далее, вот. Но я их уже в сторону. Я считаю, что на таком этапе, что сейчас нет конкуренции. Вообще пластические хирурги нет конкуренции, я считаю. Вот, тут все зависит от себя. Ваши коллеги считают по-другому. Ну, это их проблема. Вот главная проблема, что они считают, что вот он мой враг, он мой этот, что пациент, если у меня много операций, то поэтому у них меньше. У них не поэтому меньше операций. Вы поймите, я оперирую в месяц по 100-130 операций, и при этом у меня на полтора, на два года запись. Вы думаете, как бы... Я к чему веду, что пациентов очень много. Очень много, и хватит на каждого. И не только в Москве, и вообще в России, и во всем мире. Сейчас тенденция такая, что все больше и больше людей обращаются за... Смотрят на себя в зеркало и хотят... Да, ну там уже более такие психологии... Мы сейчас уйдем в такую историю, мы можем сделать программу передач, на самом деле, с разными сериями и с разными историями. Вот, и первым делом, конечно, я добился того, что мне начали нравиться мои результаты. Без этого никак. Либо вы можете закрывать глаза, делать хреновые работы и чешить себя, то, что к вам идут пациенты, и там хлопать себе в ладоши, либо довести вот результативность до 10 из 10. И при этом вам будет это нравиться. Это будет нравиться людям. И я вот опять же продолжу то, что я действительно мотивируюсь реакциями людей. Я вижу, как люди смотрят на мои работы, и мне это нравится. Мне нравится то, что... Людям нравится то, что я делаю. Эстетика в разрезе. Но материальное ведь тоже важно, потому что вот до вас я общалась с вашими коллегами, они все жаловались на то, что заработать в медицине очень сложно. Смотря, о чем мы говорим, на самолет частный, но и то при правильном подходе можно. Фластический хирург может заработать на частный самолет? Конечно. И на частный самолет, и на дом, и на все что угодно. Ну, опять же, какие суммы, о каких суммах идет речь? С чем мы сравниваем? О чем мы говорим? Но я просто не хочу говорить лишнего, чтобы, как бы, еще раз, опять же, никого не дразнить, но в фластической хирургии, в медицине при правильном возможности заработать до хрена. Правда. Вот до хрена, что хватит на многое. Вот я же сегодня общался, наболевшие, то у всех что? Где взять пациента? Да, где взять пациента? На хера его брать? Он сам тебе придет, и сам он тебя найдет. Ну вот у Андрея все расписано, я вчера с ним разговаривала. Вот на полгода, как-то у меня вообще вообще не парит. Ну классно, ему больше ничего не надо. Все хорошо. Ну, наверное. Мне записано на полтора на два года. Я говорю, я уже сам, мне это абсурд сам, я называю это абсурдом, и называю это уже как бы, ну, из ряда вот выходящее. Люди готовы платить х2, при этом то, что у меня стоимость на операцию, она не маленькая, она далеко не маленькая, но люди готовы, чтобы получить вот то, что они хотят из моих рук, они готовы платить в два раза больше. Ну тогда вы что, вы дополняете, доставляете еще 12 часов в сутки? Нет, зачем? Есть же лист ожидания. Понимаете? Есть лист ожидания, как бы есть люди, которые там по анализам отменяют все остальное. Но там определенная концепция, тут концепция не то, что заработать больше денег, концепция просто проверить теорию личного бренда. Насколько работает личный бренд. Ребят, в 2015 году, я вам покажу фотографии, я подрабатывал в Москве колянщиком, когда учился на специализации вот в РУДН. Ну, а куда? Мы ходили в Красногорск к этому столяржу. Да. Мы зашли там на 2-3 операции. У него что-то спросил, он на тебя посмотрит, как будто, извините, у меня заображение говно собачье, понимаете? И ты уже понимаешь, что вопрос его надо засунуть. И у этого мы были, Павлюченко, тоже там, ну, 2-3 дня операцию видели одну, агументация 2,5 часа. Все, вот так прошла специализация моя. А все остальное время что нужно было? Во-первых, нужно было жить в Москве как-то. И вот пришлось устроиться в инсервисе, работать кальянщиком. И вот за 5 лет нам, 5-5 лет при правильном позиционировании, при правильном... Но, не забывайте, я не из кальянщика стал пластическим хирургом. Я, будучи хирургом экстренным, стал пластическим хирургом. Но на определенном этапе мне пришлось поработать и в этой сфере. А почему кальянщика? Почему не пойти в экстренной хирургии? Платят мало. И не брали. Вы не представляете, я объездил, я приехал в Москву, когда подал документы, я сначала наивный, я сначала садовое кольцо объехал. Мне так, мальчик, иди отсюда. Я объехал 3-е транспортное кольцо. Это из Киева вы приехали, да? Нет, из Узбекистана я приехал в Воронеж, а из Воронежа я приехал в Москву на 5 месяцев поучиться в пластической хирургии. Ну, так жизнь сложилась. Я расскажу свою историю, очень интересная. Вот. И я потом уже как бы понял, я за МКАДом объезжал, там Химки, Бутова. И даже вот эти клиники частные, я хотя уже оперировал, там эпидектомии, грыжи, резекции даже делали, вот. И так далее. Так мне говорили, мальчик, иди отсюда. У тебя ничего не получится, это Москва и все, понимаете? Почему, как я попал? Я не потому, что же я приехал, я думаю, пойду я в официанты. Или там, я ничего против не имею сферы услуг. Это тоже люди, которые работают и несут определенный вклад от безвыходности. Я хотел пойти уже в аптеку работать. 45 тысяч. У меня до сих пор висят на Ходхантере мои резюме. Куча была всяких историй, понимаете? Это вот у нас была недавно каминная встреча, я там все рассказал, все сидят. И вот парень там, всегда же удобнее сказать, ну тебе же повезло. Он говорит, ну был же факт везения, ну вот был же. Я говорю, ну а в чем везение-то, говорю? Ну вот я, да, начал работать кальянщиком. Я работал три дня в неделю, я зарабатывал там 120-150 тысяч рублей. Для Москвы это класс. Ну для узбека, я имею в виду, который приехал в Москву. Я купил себе для Энексио. И в принципе можно было остановиться. Но нет, я уехал в Воронеж. Я тут все, уехал в Воронеж. И вот он постоянно, вот везение-везение. И начал ему так подводить, то что вот везение, я говорю, а на самом деле вот так. Это тренинги, плохие тренинги. Они все время говорят, должно быть элемент везения. Нет никакого везения, но это называется упорство, я так считаю. Пахать нужно? Стремленность, пахать нужно 100%. 100% пахать, пахать, верить в то, что у тебя все получится и все получится. Эстетика в разрезе. С чего нужно начать и как продвигать свой личный бренд? Рекомендации. Или это секрет? Да нет какого. Я вообще, я настолько открытый человек, вообще никаких секретов. Одну вещь просто, чтобы все поняли, нет волшебной таблетки. Я очень долго, когда пришел к пластической хирургии, я думал, вот-вот, я сейчас найду нужного пиарщика. Я сейчас найду нужного человека, который меня сейчас, бах, и выведет. Я тратил кучу денег, ну как кучу, я тратил деньги, я тратил там время, другое. Нет этой таблетки. Эта таблетка только у вас внутри. Нет, есть таблетка, влюбленная пациентка, хорошо прооперированная. Вывела очень, так сказать, эта таблетка вывела нескольких, нескольких десятков пластических хирургов. Ну, какая таблетка? Я вас прошу, нет. Любая пациентка благодарна вам год. Вот я это уже, у меня разные уровни этих пациентов. А если жениться на пиарщице? Ну, блин, это мне кажется неправильно. Это уже из-за выгоды вы женились. Надо по любви жениться, а не из-за того, что она вас выведет куда-то. Нет этой таблетки, опять же, понимаете, ну да, один женится, второй же, все же не женятся хирургом. Нужно просто понять все внутри вас, то, что пока вы сами не возьмете вот в руки себя, не поднимите свою жопку и не начнете крутиться и двигаться, и пробовать, и ударяться, вы не найдете эту дверь. Потому что, я же говорю, я очень долго искал, вот-вот я сейчас, сейчас я найду, сейчас меня с кем-то познакомят, и сейчас все пойдет. До сих пор я сам занимаюсь своим продвижением. Это касаемо инстаграма, это касаемо и каких-то там движений, позиционирований, мероприятий и так далее, и так далее. То есть пахать, пахать и пахать и любить то, что ты делаешь? 100% без любви никуда. Нужно научиться любить дело, которым вы занимаетесь. Вы снимаете видео, вы должны любить. Я работал кальянщиком, я полюбил эту сферу, я начал просто, сначала мне было стыдно, я хирург, понимаете, тем более в Узбекистане, если ты хирург, к тебе уже относятся по-другому, на будьте любезны, на по имени и отчеству, даже старше тебе люди, но ты светила некий, понимаете. А тут после вот такого контраста ты должен приходить и говорить, какой вам кальян сделать, понимаете. Когда сидит какой-то сопляк, понимаешь, которым ходит, как дать мне не было сказать, кальян тебе иди домой, понимаешь. Но нужно было засовывать, это тоже очень хорошее качество, на определенном этапе засовывать свою гордость поглубже и делать ради какой-то определенной цели. И 100% любить то, чем вы занимаетесь. Неважно, чем вы занимаетесь. Моете вы машины, оперируете людей, не знаю, в банковской сфере или там продаете импланты, нужно любить дело, которым вы занимаетесь. Всегда будет успех. Без этого можно любить деньги, можно любить славу, можно убить все угодно, но если ты не любишь то, чем ты занимаешься, у тебя ничего не получится. Я вижу же, ребята, они подходят, они не любят хирургию, они хотят быть успешными, они хотят быть богатыми. Машины. Машины, все, они за благами. Я так, иди в бизнес, иди в рэкет, говорю, там быстро бомбанул кого-то, деньги взял, вот тебе деньги. Может, и слава будет, смотря, кого бомбанешь, понимаешь. А хирургию не любят, не хотят, они говорят, я вот оперирую, я устаю, я три дня в неделю оперирую, я такой этот сладкий, ну зачем тогда тебе это нужно? Опять же, у кого какие цели, у кого какие амбиции, и мотивации, понимаете? От мотивации тоже очень много зависит. Что вас мотивирует? Я думаю, что цель – это быть похожим на вас, успешным, богатым. Слушай, ну это круто, я все-таки считаю, что помимо материальных ценностей в жизни есть и намного, много другого, духовных, и мне кайф, когда там молодые специалисты ориентируются на меня, когда даже взрослые начинают меня копировать. Ну классно, значит, я уже не просто так, что понятно, что они забудут, когда они добьются чего-то, они забудут про меня, но что я сделал что-то полезное, что как минимум я там показал, что нужно делать вот так, и нужно относиться к пациенту вот так вот, и сейчас очень многие хирурги, я же тоже транслирую в инстаграме, я же только для пациентов транслирую, я же это для хирургов тоже транслирую, понимаете, потому что не бросать пациентов, быть человеком, не быть мудаком, грубо говоря, понимаете, и это они перенимают, и понятно, что они завтра не скажут, что это я у Хайдара услышал, но сам факт, что они это примут к себе во внимание, и от этого получат плюс масса и пациент, это же круто. Круто. Вот и все. А как говорится, моих пациентов, мне денег своих хватит. Ходить там с тренингами а-ля Тони Робинса, зачем? Для чего? Это не этот... Кому надо, кто спрашивает, да, конечно, вот, я же говорю, со студентами недавно была встреча именно с молодыми специалистами, которые закончили. Всем же интересно, а как? Ну вот как? Ну как же вот, даже старикам вот как? 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 Сапрыгином мы с ним сейчас познакомились, очень приятно, и мы их давно знакомы, я же рассказывал вам. Я когда-то сидел, на него смотрел, он выступал со сцены, это было у вас на Арбате, в Клайвер Мэдде. Вот, и он говорит, ну, они все в шоке, говорит, как этот вот парень вот вообще... А он вас запомнил? С того дня? Да. Да, нет, он сказал, что у него очень хорошая память на лица, он сказал, что есть еще два хирурга молодых из той группы, он обещал мне сказать, которые тоже добились, он считает, хороших успехов. Ну, не знаю, не может быть. Что он меня помнит. Сказал, что помнит. Не думаю, что бы врал. Он сложит хорошую память на лица. Может быть, может быть, может быть. Я просто это помню отчетливо, хорошо, ну, тогда это, понимаете, вот сейчас, я почему говорю про ваш брестмитинг, нужно делать качественно, потому что для молодежи, для вот, у меня, я себя ставлю всегда, я вспоминаю себя, мне не было денег купить книгу. Правда, я благодарен Мантуровой за ее бесплатные, декабрьские вот эти съезды, когда ты приезжаешь, ты ходишь, смотришь на всех, ты какую-то информацию цепляешь, потому что по факту на начальном этапе у тебя нету ни хера денег. Купить книгу, она минимум стоит от 20 тысяч и выше. Откуда у парня, молодого, даже пусть он будет талантливый, такие деньги? Нет, конечно, инструменты, все остальное, все очень, вообще знания, они очень дорогие, вот, а хорошее знание еще дороже. Эстетика в разрезе. Основные цели мои, я хочу вывести вот нашу российскую пластическую юргию на мировой уровень, чтобы начали с нами считаться, чтобы они завтра говорили, вот в России делают вот так вот. И поехали-ка в Россию, поучимся, а не возьмем 2-3 тысячи долларов, билеты, и пойдем учить русских. Три года назад одно мы говорили, а сейчас говорим другое, понимаете? Одни импланты, теперь другие, подшиваем карман, теперь не подшиваем. Ребят, дураков же нету, как минимум у нас есть память. Но техники же меняются, или нет? Они могут меняться с когда? Когда ты, допустим, практикой, ты работаешь, работаешь, там, не знаю, тысячи операций ты делаешь в год. И ты наработал что-то и пришел, ребята, я сделал тысячу операций. Он в том году приезжал, он сделал, не знаю, 300 за всю жизнь, и в этом году он сделал 315, понимаете? Тоже за всю жизнь. На 15-20. Что он, какие техники меняются? Просто он сначала договор у него был с одной компанией, а теперь с другой. Давайте быть честными, давайте нести ну, хотя бы, как говорится, правду, понимаете? Я хочу сказать, что наши спикеры, они достаточно... Я сейчас не про ваших спикеров. Нет, достаточно правдивые, я хочу сказать, что я с Джумой разговаривала в прошлом году. Мы обсуждали вопрос, он обсуждал его с Хаммондом, что теперь не ставить, теперь опять тенденция ставить имплант под железу, а не под мышцу, которая была там 10 лет назад. Ну, классно. А в чем? Пусть должна же быть статистика какая-то. Опять же, ну почему? Травматизация мышцы, поэтому решили от этой техники уйти. Патозирование железы не влияет на то, что поставлено под железу или под мышцу. Спасибо за организацию таких мероприятий. Давно же не было таких мероприятий. Я все-таки это говорил девочкам вашим, я считаю, что вы давно в мире пластической хирургии сделали очень много именно для российской, для становления, наверное, так бы сказал, российской пластической хирургии. Сколько специалистов вы воспитали, сколько там, даже мы возьмем тех же онкологов, которые занимаются реконструкцией, это очень круто. На самом деле, вам тоже пожелаю здоровья, чтобы вы не теряли вот эту идею нести, нести, нести что-то больше, чем денег. Деньги – это хорошая вещь, но, как правило, она всегда гоняет, когда ты работаешь а на имя и ради идеи. Да, отлично. Спасибо большое, потому что наша задача, как моя личная, я тоже хочу, чтобы к нам приезжали не на белых медведей смотреть, а чтобы к нам тоже приезжали и говорили, окей, отлично, Россия на очень высоком уровне, и Россия достигла тех результатов, которыми мы в мире можем гордиться и приглашать наших специалистов. Конечно, конечно, и рекомендации какие-то давать, и чтобы мы могли адекватно дискутировать, говорить, нет, извините, вы так говорите, а мы так говорим. Вы почему говорите, потому что вы Европа, ну и флаг вам, а у нас там полтора миллиона операций обрали, или тысяча операций в месяц, или вот такое-то такие наблюдения, вот такие вот исследования, поэтому против этих цифр, против научного языка уже никто спорить не будет. Это точно, статистика. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Эстетика в разрезе с Ольгой Засиевой.